Йоу, Компот, ну шо, ты готов? Да-да-да, я готов, ё-моё, мне уже очень интересно, давай, показывай! Ну что ж, Компот, представляю твоему вниманию радужные лаки-блоки! Вау, нифига себе! Блин, спасибо тебе большое, я думаю, мои подписчики явно оценят, как я могу тебя отблагодарить? Да, в принципе, никак, просто передай привет Максу! Да-да-да, Максу, Макс, тебе большой привет! Офигеть! Ладно, чё я тебе могу сказать, удачи тебе тогда, давай, открывай твои эти лаки-блоки, скажешь потом, какой оказался правильный и с помощью какого ты выжил! Да, спасибо тебе большое, спасибо большое за такой подгон! Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новенькое видео, ребятки! Как вы видите, позади меня находятся лаки-блоки всех цветов радуги, а именно, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый! Наша задача, ребята, открыть по несколько лаки-блоков каждого цвета и выбрать, какой же всё-таки правильный лаки-блок, с помощью которого я смогу выжить! Потому что тут, ребята, есть как и злые лаки-блоки, которые спавнят самых невероятных монстров, которые так и хотят меня уничтожить, так и супер-крутых лаки-блоков, которые дают просто тонны-тонны крутых ресурсов, которые вам и не снились! Ладно, ребят, меньше слов, больше дел, давайте выбирать всё-таки всё по очереди, всё-таки, вы знаете, это моя любимая рубрика, выбери правильное что-то там, чтобы выжить! У меня уже был ролик и про дома, и про лестницы, короче, про чё только не был! Даже про кузницы был такой ролик, но, ребята, и сегодня у нас на очереди лаки-блоки, и по традиции мы начинаем с первого цвета, а именно с красного! Поехали! Что ж, как я говорил ранее, мы всё будем, ребята, открывать по очереди, и первая у нас вот такая вот дорожка из красных лаки-блоков, я надеюсь, что пойдётся что-то крутое! Погнали, ломаем первый лаки-блок в этом выпуске, пожалуйста, что-то хорошее! Колодец, ребята, в который нужно кинуть монетку, пожалуйста, хоть бы не динамит, хоть бы... О! Не динамит, ребята! Не динамит! Шикарно! Так, начало положено уже, ребят, шикарно! Эээ, на колодце там изумрудики нужно забрать, ребят! Начало положено просто шикарное, а значит, ребята, выпуск будет интересный! У меня уже дофига алмазов, но не так много изумрудов, но да ладно, ребят, жаловаться не буду! Второй лаки-блок и рыба! Я не очень люблю рыбу, но да ладно, пусть тоже будет, ребят! Вы чё, угораете, что ли? Ребята, выпуск только... Мне чё, только счастливые лаки-блоки подсунули или чё? Кстати! Вы, наверное, ребят, не поняли, чё за чувак это был в начале и почему он мне подарил эти лаки-блоки! Это я вам расскажу в перерывах между красными лаки-блоками и оранжевыми! Поэтому подождите, ребятки! Это действительно интересная информация! О! Житель! Деревенские жители! Слышь! А губа у тебя не треснет! Пошёл вон отсюда! Ты чё, какие цены тут? Ё, а хотя вот на удочку мне хватит! Правда, нафига мне удочка? Непонятно! Лучше я куплю себе вот это зелье! Почему бы и нет? Вдруг оно мне, ребят, пригодится! Э, слышь, что у меня там остаточек! Верни, всё, шикарно, ребят! Теперь у меня много хп, и я ещё и невидимый! К тому же, смотрите, сколько у меня эффектов! Следующий лаки-блок! Вау! Тут заспамился крипер! Иди отсюда! А, фига себе! Я его, ребят, вырубил с одного удара! Ну ладно, с двух! Это всё потому, что я очень сильный! Ну, потому что у меня эффекты наложены! Блин, вот это я понимаю! А рыбку я всё-таки в Майнкрафте, ребят, схаваю! Почему бы и нет? Опять колодец! На этот раз, ну, по закону подлости должно что-то плохое выпустить! Да, ребята, я был абсолютно прав! Там плохое, там тинти-чички! Хорошо, я хотя бы рад, что у меня не уничтожили лаки-блоки! На этом, в принципе, спасибо! Ломаем следующий! И... Окей, хорошо! Это такое себе просто обычные раздатчики, ребятки! Обычные дроперы, извиняюсь, пожалуйста, да! Давайте лучше дальше! А вот радужные овечки! И это уже в тему! Но зато, кстати, эти дроперы мне помогут сейчас простроиться до следующего лаки-блока! Ребятки, следующий лаки-блок! Нам вспомнили два лаки-блока! И тут сломалась табличка, ребят! Я так понимаю, один из них везучий, а другой нет! Ну, давайте левый откроем! Потому что я левша и... Меня подставили, ребят! Меня подставили! Я сваливаю! Ладно, какой-то скелет на какой-то лошади, ребятки! Это не повод сваливать! Мистер Рейнбоу, подвинься, пожалуйста! Я хочу открыть следующий лаки-блок! Во-первых, счастливый! И вот он, ребятки! Эндер Перл! Это шикарный последний лаки-блок! Это каменные инструменты! И финиш! Что ж, ребята, мы открыли с вами красные лаки-блоки! И вот, что я поимел с них! Посмотрите мой инвентарь! Ну, также еще не забываем про яйцо дракона, которое я поставил! Про немножечко овечек! Короче, ребята, пишите в комментариях, понравилось вам или нет! А мы переходим к следующим лаки-блокам, а именно оранжевым! Что ж, ребята, надеюсь, вы уже написали в комментариях, как вам красные лаки-блоки! Ведь следующий у нас на очереди оранжевый! Следующий цвет радуги! Погнали! Откроем первый оранжевый лаки-блок! И... Серьезно? Такое начало! А у красного было как-то поинтереснее! Так, ладно, пока я открываю эти оранжевые лаки-блоки! Я вам хотел, ребятки, кое-что рассказать! Все-таки, кто был этот человек в начале? Этот человек в начале, это старший брат одного из моих подписчиков, которого зовут, по всей видимости, ну, Максим! И он мне сказал, давайте я подгоню крутые радужные лаки-блоки, а ты просто передашь привет в ролике моему младшему брату Максиму! Ну, я, в принципе, согласился, мне несложно, как говорится, и ролик интересный получится, ребятки! Поэтому еще раз передаю привет Максиму! Максим, если ты смотришь это видео, напиши что-нибудь в комментарии! Брат у тебя, конечно, прикольный, вон че забабахал! Так, ладно, хорошо, открываем все, че лаки... Вау, это что это такое, ребятки? Какая-то базука, а что будет, если я и стрельну? Куда так пойдете? Вот, давайте в дерево, вот так вот... О, опа, опа, ребята, и просто стрелы, серьезно? Ну, слушайте, ребята, она выглядит очень мощно, согласитесь, если вот так на нее посмотреть, не скажешь, что она стрелами стреляет. Ну, такое, я, конечно, думал, что она какая-то, ну, выглядит, конечно, круто, ребята, вопросов нет. Открываем дальше, что это? Вау, еще какие-то прикольные штуки! А что это за палка-махалка такая? Вы меня извините, она даже в кадр не помещается. Что она... Ой, ой, ребята, я двигаться не могу, серьезно? Вот я, я жму, ааа, вон че он! У меня и слабости замедления, которые, кстати, уже пропали, ребят, но ничего страшного, как говорится, ничего страшного. Давайте в кого-нибудь пульнем, а тут никого нету. Ну, ладно, ничего страшного, блин, ну вот эта вот палка реально крутая, она еще и бесконечная, я ее, пожалуй, оставлю себе. Знаете, нет, все-таки оранжевые лыки-блоки поинтереснее, какие-то шарики, что это такое? А, это яблоки, извиняюсь, я съел яблоко и... Что-то я сначала не обратил внимания, каких размеров это яблоко и... Что тут все такое большое, ребятки? Оранжевые лыки-блоки просто шикарные, они мне очень нравятся. А это что? Триста восемьдесят... Сколько урона? Как же я хочу сейчас заорать во весь голос. Ну, жалко, только сейчас на дворе, ребята, уже ночью, особо не покричишь, но как? Вопрос, как я этим мечом могу сразу несколько драконов, вот так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп? Без комментариев, ребятки, эти лыки-блоки намного круче, чем красные, но по моему мнению, ребят, у вас есть свое мнение, вы можете озвучить его в комментариях. Ломаем следующий. Опять деревянный инструмент. Ну, только вот начал хвалить и опять деревянный инструмент. Ну, ладно. Опа. Опять какая-то штучка-прибаучка. Это меч на... 243. Вот что такое? Я не знаю, куда это всё девать, ребята. Я, наверное, подарю своим друзьям, потому что, ну, куда мне столько мечей? Блин, ребята, вот я не знаю, какой себе оставить. Первый или второй? Как вы думаете? Первый, второй? Напишите в комментариях. Так, и последний локеблок. Давай, удиви меня. Спасибо большое, ребятки. С последнего локеблока нам не выпало ничего. И я прошёл, ребята, всю полосу. И вот что мне выпало с этих оранжевых локеблоков. Согласен, не густо, но все вот эти вот пять предметов, они, ребята, решают. Они, ребята, решают. Они просто затащили эту каточку. Поэтому, как мне кажется, пока что оранжевые локеблоки намного круче красных. Но у вас есть своё мнение. Озвучьте его в комментариях, ребята. А мы идём к следующим, к жёлтым. Что ж, ребята, следующий цвет. Следующий цвет у нас жёлтый по классике. Потому что жёлтый цвет, все вы знаете, локеблоки у нас жёлтые. Это классический цвет локеблока. Самый классический локеблок. Поехали первый. И нам выпадает какой-то лук бога. И, к сожалению, я с него не могу стрелять. Потому что стрел-то в придачу мне не дали. Это печально. Поэтому ломаем дальше рыба. Рыба. Я говорил уже, что я рыбу не очень люблю. Открываем дальше. Тут был зомби. Тут был зомби на вагонетке. Он куда-то пропал. Ладно, хорошо. Вагонетку я, пожалуй, заберу с собой. Потому что халявчик, ребятки, халявчик. Что у нас дальше? Ничего. Роман Компот не любит, когда ничего не выпадает. Ну, ладно. Погнали дальше. Откроем следующий. Воу. Золотой блок. Ну, у меня, в принципе, этих золотых блоков уже дофига. И кирки нет. У меня ни кирки, ни стрел, ребятки. Сапожник без сапог. Ну, почему так? Опа. Сундук. Блин, к сожалению, нет. Я думал, что тут будет кирка. Но, к сожалению, кирки, ребята, нет. Открываем следующий. Ой, господи. Я топориком случайно открываю. Открываем следующий локеблок. У нас тут тыковки. Тыковки. Я её, пожалуй, надену на голову, ребят. Хотя, ладно. Так немножечко неудобно будет снимать. Поэтому пусть лучше украшают мой инвентарь. Давайте, кстати, я всё уберу из вентаря и открываю до... Слушайте, ребят, вам вообще комфортно? Вам вообще комфортно так жить, передвигаться? Вот я чё-то немного понять не могу. Сейчас, ребята, зомби сгорит и у нас останется только голем, который нас будет защищать. В принципе, это приятно. Как я и говорил, голем, добро пожаловать ко мне в друзья. Давай, охраняй меня, не давай меня в обиду. Так, что тут у нас молния? И опять алмазный блок. Господи, у меня уже два... Э, стоп. Ребят, а где мой алмазный блок, который тут был в начале? Так, ладно, не понял. Мне кажется, ребят, это голем его спер. Ну, посмотрите на его подозрительное лицо. Хотя он вроде любит изумруда, но да ладно. Открываем следующий лаки-блок и у нас выпадают какие-то зомби лаки-зелья. А чё будет ося... О! Чтоб я ещё раз в руки взял такие зелья. Да никогда. О, и меч, и броника тут каким-то образом оказалась. Ладно, давайте её, ребятки, наденем и пройдём этот уровень. Ладно, это сумасшедшие лаки-блоки. Не сказать, что они мне понравились, мы переходим, ребят, к зелёным. Зелёные лаки-блоки, но с вас-то точно должно выпасть что-то приятное. Ребята, кстати, заметьте, интересный факт. У зелёных лаки-блоков почему-то немного выпирают вопросики. Серьёзно, знаете, такой вопросик у меня небольшой выпер. Я надеюсь, это значит, что с них выпадет что-то крутое и я готов открывать эти лаки-блоки. Итак, поехали. Первый лаки-блок открываем и... Какие-то ботинки. Давайте их, ребятки, наденем и... Фу, посмотрите, как они нехило защищают, ребята. Целых пять единиц нам дают защиты. Это круто. Открываем дальше кварц. Кварц, дофига кварца в декоре. Он красив. Кстати, блин, прикольно выглядят эти ботиночки на мне. Просто шикарненько, ребят, шикардосненько. Кварц приятный. Ты кто? Ты кто? Ты не компот? Отстань от меня, ребята. Это фейковый компот какой-то. Он меня загрохать хочет. Давайте его скинем, скинем. Всё, шикарно. Офигевший компот. Это что такое за компот такой злой, а? Компот ни на кого не нападает. Компот вообще добряк по жизни. Это я вам говорю как компот, в принципе. Давайте открываем дальше лаки-блок и... Ничего. Ребят, что-то часто нам начало выпадать ничего. Давайте открывать дальше и... Ладно, я отойду. Эй, чувак! Свали отсюда, пожалуйста, по-братски. Ты же супер зачарован. Он же сейчас меня с одного удара. Давайте его скинем отсюда, чтобы он нам тут не мешался. Отойди, давай. Всё, шикарно, ребят. Я думаю, он нам не помешает. Капец ты здоровяк! Много каши кушал, видимо. Ладно, откроем дальше. Опять лаки-виллджер. Ну, у тебя это цены выгодные. Понятно. Всё, давай отдыхай. Где-нибудь там он зомби подружить. Почему, собственно, и нет. Я думаю, вы поладите, вы по росту друг другу, в принципе, подходите, ребят. Так, отлично, добываем. Ух ты. Опа. А это что такое? Опять какое-то яблоко. Если честно, мне их страшно уже кушать. Ну, ладно. Я, в принципе, как раз голоден. Я его съел и... Опять дофига эффектов. И, кстати, на этот раз, по-моему, эффекты покруче, ребят. Вот меня на самом деле бесит, когда мне даются невидимость. А вот сейчас невидимости нет. Это просто шикарно. Потому что я считаю, что это, ну, просто бесполезное зелье. Опа, печеньки. Печеньки это приятно. Целый стак печенек. Откроем дальше. Яйца спавна мобов. Причём каких мобов? Ребят, самых обычных, классических мобов. Ничем не примечательных. Здорово. Финальный лаки-блок. Давай, удиви меня, чтобы я выбрал тебя. И, оу, что это такое? Это какой-то... Слиток. Ребят, то шарит. Пожалуйста, напишите в комментариях, что из него можно сделать. Потому что я не понимаю. Может, кирку, может, топор, может, меч. Короче, я фиг его знает, но я прошёл эту полосу. Кстати, смотрите, ребятки. Кролик тоже чёрно-белый. Прямо какая-то полоса финишная. Следующие лаки-блоки у нас голубые, ребята. Погнали. Хочу сходу попросить у этого лаки-блока просто удивить меня. Давай, голубой лаки-блок, стань круче всех. Открываем и... Слушай, ну не настолько же круто, ё-мое. Это что за приколы такие? Я не понимаю. Почему какие-то курицы меня тащат вверх? Или петухи? Или кто это? Я вообще что-то понять не могу. Как мне здесь? А! Ё-мое, нет! Ладно, всё. На этом закончили, ребята. Я больше не хочу открывать эти лаки-блоки. Я попросил, конечно, меня удивить, но не настолько же. Ё-мое. Ладно, открываем дальше. Чё-то круто. Во! Во! Вот это вот нормально. Вот это вот хорошо. Ух, ребята, я что-то никак не могу отойти после этих... А, вот они приземляются, друзья мои дорогие. Курицы, петухи. Не знаю, кто это такие. Открываем лаки-блоки дальше. Опять зельки. И что это такое у нас? Спиральная зелька. И вау! Это что такое? Леденцы? Прикольно. Я могу их скавать. Я могу их скавать, и мне даётся скорость. Окей. Также у нас ещё есть лаки-зелья. Курицы, ловите лаки-зелья. И... Чё-то вы все отлетели куда-то. Но им не страшно, они же умеют летать. И... Лошадка! Вот такая лошадка в броне мне будет, кстати. Ладно, ребят, ладно. Я хочу потратить все вот эти вот зелья. Давайте накидаем их вот так вот в одно место. Ё-моё, как хорошо, что я вот сюда не кинул. Стоп, там что-то заспанулся, мне кажется. Смотрите, там леденцы растут просто так из земли. Так, напомните мне туда спуститься потом. Я схаваю все эти леденцы. Здоровый, пёс. Чё делаешь? Вау! Компот лаки-вулф? Прикольно. Это мой, ребятки, пёсик личный. И что тут? Вау! А вы кто такие? Э! Вы, вы чё за тараканы такие? Пошли вон отсюда! Пошли... Пучу-пучу-пучу-пучу! О, леденцы. Прикольно. Слушайте, ну голубые лаки-блоки прикольные. Мне они очень нравятся. Открываю зелье. Давайте его выпьем и что будет? Вау! Слушайте, какое-то жуткое зелье. Ну его нафиг. Следующий лаки-блок у нас. Что? Что? Что тут происходит? Я не понимаю, что тут творится? Где я? Так, ребят, я поставил день. Что там произошло, пока меня не было? Тут какая-то фигня непонятная. Что это такое? У нас какие-то блоки. Давайте пробуем их добыть. И что это нам выпало? Нам выпало... Чего? Окей, ладно, хорошо. А тут что? И печенье, и тортики. Ё-моё, куда мне столько всего? У меня получается уже тортики, печеньки, вот эти вот как их там называют? Пряники имбирные. Вот. И ещё тут лаки-блок, который я не сломал. И опа! Мне выпал меч или что это такое? Это опять какой-то посох, что ли? Да, смотрите, это посох и он стреляет какими-то такими радужными финтифлюшками. Курочка ла... Ла... Поймала. Слушайте, лаки-блоки просто шикарные, просто отличные. Открываем и... Вау! Выпал красный блок мне и всё. Надеюсь, динамит сверху на него не упадёт. Надеюсь, что, ребят, нет. Следующий лаки-блок. Вау! Вот это уже больше похоже на правду. Семь урона. Ну, правда, не так круто, как в оранжевом, но да ладно. Открываем дальше. Опа, ребята. Это у нас гнилая плоть, которая с эффектами я могу откидывать. Например, смотрите, вот тут стоит курочка, зная хопа её и откинул. Оп, пожаренная курятинка. Ладно, последний голубой лаки-блок я открываю и... Э! Ребята, это злой кролик! Это злой кролик! Капец, его нужно срочно грохнуть. Так, тихо, тихо, тихо. Хух, ребята, я это сделал. Ещё и жареная крольчатинка у меня. Крольч... Крольчатин... Крольчат... Крольчатинка. Ладно, ребят, всё, эту полосу я тоже прошёл. И что могу сказать? Пока что... Вот реально мой фаворит, это голубые лаки-блоки. Они меня удивили. Мы переносимся к синим. Ребят, попробуйте угадать, кто у меня находится прямо сейчас за спиной. И правильно, это моя собачка. Почему бы и нет? Я решил, что она тут будет находиться до конца этого ролика. Тем более, мы уже близимся к концу. Ведь у нас на очереди синие лаки-блоки предпоследние. Давайте, удивите меня не менее и... Вот это приятно. Как говорится, без выпендрёжа, просто алмазные блоки. Держи, Роман Компот. Роман Компот не отказывается. Роман Компот забирает два стака из 16 алмазов. Открываем дальше. Мы открываем дальше. Редстоун. Я не понял, что за рудный день сегодня? Я не понял. Вот что-то какие-то реально рудные, ребятки, у нас лаки-блоки пошли. Дальше... Нифига. Нифига себе. Вот это... Ой, господи. Вот это вот прикольно, конечно. Кстати, давайте всё положим это в эндерчест, чтобы сохранить и это всё не потерять. Я мог потом это всё забрать. Блин, вот это вот, конечно, прикольно, ребят. Выглядит довольно-таки красиво. Только вопрос, потом, как сломать эти порталы, наверное, никак. Так, ладно, ломаем лаки-блоки. Ту-рун, ту-рун, ту-рун. Нифига, ребятки. Кроме текста в чат, нифига. Но он мне нафиг не нужен, этот текст, без предметов. Поэтому погнали дальше. Эндерперлы. Вот это вот прикольненько. Положу их в коллекции своих эндерперл. Почему бы и нет? У меня их и вон сколько. Открываем дальше. Сейчас опять выбудут эндерперлы, но нет, ребята. Мне выпал какой-то газ, какой-то... Ой. Совет не от Романа Компота. Если вы видите какой-то газ, не нужно его, ребятки, кидать. Хотя, как вы кинете газ, немного не понимаю. Ладно, это не так важно. Открываем дальше. Что тут у нас? Динамит. Давайте его кинем и бабах. Просто прикольно, просто приятно. Открываем, да... Слушайте, вот это... Ребят, я не понимаю, что за трэш. У меня вылетает Майнкрафт, как только я прикасаюсь к этому сундуку. Серьёзно? Вот, смотрите! Я ничего не делал, у меня просто опять крашнуло Майнкрафт, и всё. Капец. Эх, да, ребята. Чё-то меня разочаровали, если честно, синие локеблоки, потому что я где-то, ну, не час, наверное, где-то минут сорок пытался сойти в Майнкрафт, у меня постоянно крашло, я пытался его починить, и нифига у меня не получилось. Пришлось перенести эту небольшую арену в другой мир, ребята, но я помню, что у меня оставался один локеблок. Благо, запись у меня сохранилась, я вспомнил, что у меня остался один синий локеблок, посмотрел, ребята, и я готов его открыть. Давай, ты должен сейчас вытащить ситуацию. Открывай и... Штанишки. Штанишки, я понял. И, вау, они хилые такие штанишки! Они, смотрите, ребятки, одни штаны защищают меня уже, как весь алмазный сет. Ладно, это, конечно, прикольно, но это не стоит сломанного Майнкрафта, вот я вам что скажу. Не знаю, что сказать насчет синих локеблоков, такие, знаете, смешанные у меня чувства, но мы переходим к финальным фиолетовым, которые уже все решат. Что ж, ребят, ровно 10 фиолетовых локеблоков нас встречают, и это финал. Давайте открывать эти чудесные локеблоки. Погнали! Первый локеблок удиви меня и... Факел. Факел! Серьезно, просто факел! Это разве финал и... А! 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 Что за фигня? Что у меня на голове? У меня факел на башке торчит! Вы посмотрите на меня! Эх, ребята, светлая голова со светлыми мыслями. Ладно, это прикольно! Вот это вот действительно респект фиолетовым локеблокам, это прикольно! До конца выпуска я буду, ребятки, с факелом на башке! Почему бы и нет? Я не против... Да господи, что с вами не так, фиолетовые локеблоки? Почему вы такие какие-то странные? Вы что, интересные, что ли? Вы что, съели что-то? Я не понимаю. Ладно, открываем дальше, ребятки и... Вау, тут какие-то пищи у нас зачарованные, я вам так скажу, ребятки, и... Нифига себе зачарование! Ладно, это я, пожалуй, сохраню, но есть это я, на всякий случай, ребят, не буду. Открываем дальше сундук, и тут... Вау! Тут дофига зелек! Вот это вот полезно, ребята, вот это вот действительно полезно, и я их заберу, пожалуй, с собой в деревню. Ну, пригодятся, как говорится. Открываем дальше... Это что? Это... Ага... Ага... Вспомнил деревню, вспомнил жителей, изумруды, и вот, пожалуйста, ребятки, мысли материальные. Изумрудные инструменты. Это прикольно, кстати, у меня как раз мотыга ломается, пожалуй, сохраню, это тоже все заберу и в деревню. Блин, ребята, шикарно, шикарно, так сказать, и... Ты еще кто такой? А ну, пошел вон отсюда. Я тебя сейчас этот... Уберу отсюда. Ты какой-то нехороший, уходи. Какой понимающий сушитель? Взял просто и ушел. Шикарно, ладно. Открываем следующий лакеблок, у нас сундук, и тут еще лакеблоки! Изумруды и цветочки. Ладно, цветочки я, пожалуй, оставлю на месте. А вот изумруды, вы меня извините, сколько тут изумрудов, ребятки? В стаке 14! Ребята, теперь я на 100% уверен, что мысли материальные, либо у меня реально светлая голова со светлыми мыслями, что я вам могу сказать. Так, раз у нас мысли материальные, давайте. Хочу изумруды еще, изумруды еще, изумруды еще, изумруды еще, изумруды еще, изумруды еще, изумруды еще... Угу, угу, угу. Все, ребята, я уже начинаю наглеть. Да, я уже явно начинаю наглеть. Всё, лаки-виллджер, ты как раз за изумруды торгуешь. А что ты у нас тут интересного продаёшь? Например, лаки-печенька. И давайте её купим. Блин, один изумруд не хватает. Всё, покупаю лаки-печеньку. Что будет, если я её прямо сейчас кушаю? И нифига, летающий факел получается. Блин, надо было у него меч купить. А на сколько он урона? На 7. Э, вы чё, угораете? У меня, ребятки, изумрудный меч вообще на 8. Не, житель, не буду потратить у тебя изумруды. Пожалуйста, сохраню их для себя. У нас остаётся 3 финальных лаки-блока. Опа, хорошо, что я меч не купил, потому что тут, ребятки, опять эмиральдовый меч, но уже на 14 урона. Прикиньте, зачарованный. Вот это офигенно. Этого я не ожидал. Дальше мы открываем броня. Давайте её прямо сейчас наденем. Насколько она крутая. Так, извини, факел. Я всё-таки тебя сниму, и она что-то совсем ни о чём. Прям реально, я бы даже сказал, полная фигня. Лучше факел надеть на голову, ребятки. Давайте это прямо сейчас сделаем назад. И открываем последний лаки-блок. Ты чё такой невезучий, слышишь ты? Капец, ребята. Ребята, завершающий этот выпуск лаки-блок показал такой плохой результат. Но вот все остальные лаки-блоки, которые фиолетовые, ребятки, показали, удовлетворительный результат. Теперь, когда я прошёл эту полосу испытаний и упал в воду, ребятки, я могу подвести итоги. Больше всех мне, наверное, понравились голубые и фиолетовые лаки-блоки. Они реально, ребятки, оказались самыми интересными и крутыми. Какие самые худшие, сказать не могу. Вроде все такие неплохие. Вот, правда, с синим, ребят, были непоняточки. Ну ладно, это ничего страшного, забыли все обидки. А теперь, ребята, ваш голос. Ваш самый главный решающий голос. Пишите в комментариях, какой же лаки-блок был всё-таки верным, какой был правильным и какой был самым лучшим. Ребятки, пишите в комментариях. Всем удачи, всем спасибо. Всем пока. И ставь лайк за длинный выпуск.